Традиционно в Барнауле половодье можно разделить на два этапа. Первый, если еще и не наступил в полной мере, уже требует серьезного внимания и подготовки. Март месяц нам не дает покоя, и мы уже видим, что эти мероприятия приходится выполнять, уже работать. Вот в прошлые выходные, на 8 марта, у нас было более 10 заявок на подтопление, принимали меры, как и подрядными организациями, силами управления города, силами администрации. Удалось не допустить подтопления жилых домов. Глава города Вячеслав Франк и участники выездного совещания посетили новый застраивающийся район на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной, где размещено водопропускное устройство. Сейчас работы по подготовке к прохождению первой волны половодья здесь активно продолжаются. Уже прокопаны водоотводные каналы, обеспечено оперативное водоотведение со строительных площадей. На сегодняшний день заключены все необходимые контракты. Подрядные организации приступили к работе по очистке водоотводных труб и водопропускных устройств. Кроме того, заключен контракт на оказание помощи в случае возникновения нештатных ситуаций населению, как на территории района, так у нас имеется подрядная организация и на пригородной территории. По данным ГОЧС, в зоне риска подтопления находится порядка 40 участков дорог и 200 жилых домов. План работ уверяет, по предупреждению ситуации подтопление разработали заблаговременно. Всего же на организацию противопаводковых мероприятий в Барнауле из городского бюджета выделили почти 15 миллионов рублей. Конечно, нас тревожит и пивоварка, и барнаулка. Этот год немножко необычный, вода промерзла до грунтов, река промерзла до грунтов, а вода уже начинает идти поверх льда. Достаточно глубокое в этом году и промерзание почвы, поэтому почва не впитывает влагу, и у нас есть такие залповые потоки. В целом, заверяет глава Барнаула, город готов противостоять и талым, и паводковым водам. Но ситуацию подчеркнул, нужно держать на особом контроле и обеспечивать своевременное выполнение всех должных работ. Анна Рашагирова, День с толком.